Экстренные вести. Здравствуйте. Соловьев потребовал возбудить уголовное дело против Максима Галкина и конфисковать все его имущество. Я всегда знал, что есть люди, а есть гниды. И я считаю абсолютным гнидой Макса Галкина. Есть выражения, за которые надо бить морду. Но и этого мало. Вот я всегда знал, что вот есть люди, а есть гниды. И я, конечно, считаю абсолютным гнидой Макса Галкина. Ну, просто гнида. Ну, ладно, там плевать на его сексуальную ориентацию, плевать на его жизнь. То есть я в этом не разбираюсь. Я не знаю, что у него, чего у него, как у него. Это вопрос меня вообще не волнует. Но есть выражения, за которые, конечно, надо бить морду. Вот просто наотмашь. Но и этого мало. Я считаю, что необходимо возбудить уголовное дело против этой твари. И необходимо его преследовать, где бы он ни находился. Вот что сказал этот подонок. Голову Скобеевой тебе, мразь конченая, значит. Голову Скобеевой, да, так выносить. Гол, особенно если в руках он будет держать голову Скобеевой, говорит этот человек. Что пишет Оля? Правда же смешно? Какой душевный и безобидный мальчик. Голова Скобеевой у Киркорова в руках. Ха-ха-ха. Вы зачем такому чудесному эмористу устроили камин-аут? Зачем вы рассказали, что Галкин гей в рунишке? Галкин не гей. Он форменный педераст, ублюдок. Обыкновенный гнидок, как говорит Лукашенко. Это же прямой перезыв к убийству, расправи надо мной. Или еще не прямой? Есть юристы? У меня вопрос к генералу армии, руководителю Следственного комитета, господина Бастрыкина, который всегда очень четко, очень грамотно и очень правильно реагирует на такие выводы. Я считаю, что это состав уголовного преступления налицо, и что дело должно быть возбуждено, и что вызвать надо человека, судить надо человека, и конфисковать, кстати, заодно все его имущество. На этом у нас все. Подпишись на наши новости и будь в курсе всех событий в мире.